Итак, самый первый вопрос, это вопрос о лактационной аминореи, то есть аминореи, которая возникает при грудном скарме, то есть отсутствии менструации. И самое интересное, что буквально на днях я отвечала на интервью на тему послеродового периода, и там было очень много вопросов как раз и на тему скармливы, на тему вот этой аминореи. Я просто сидела, когда я уже отослала вопросы и ответы, думаю, я пропустила что-то где-то там, какой-то вопрос. И только вот теперь, недавно, вчера, когда я анализировала вопросы для вебинара, я поняла, что этот вопрос был из вебинара, а не из интервью. Тем не менее, отвечаю. Значит, скажите, пожалуйста, может ли лактационная аминорея сопровождаться сексуальным возбуждением? Чаще, чем это раньше бывало. Кормлю ребёнка грудью, уже год, нет месячных, по УЗИ сказали, что у меня лактационная аминорея. Это может, такие вот ощущения, то есть повышенная сократимость матки, особенно при кормлении, может быть. И это связано с выделением окситоцина, то есть когда ребёнок сосёт грудь, раздражается сосок, сигналы поступают в гипофиз и выделяется окситоцин. А окситоцин участвует как раз в сокращении их матки, поэтому при кормлении многие женщины отмечают сокращение матки, то есть они чувствуют, как мата сокращается. И для кого-то такие сокращения могут быть болезненными, поэтому женщины жалуются, что болит ли там, когда ребёнок сосёт грудь. Другие женщины на работе говорят, что приятны будут ощущения оргазма или повышенная возбудимость. То есть это вполне нормальное явление, этого не нужно бояться и, в принципе, с этим не нужно бороться и это лечить. То есть это нормально. То есть это нормально. То есть это нормально. То есть это нормально.